Здравствуйте всем! Привет, Аня! Привет, Аня! Мы давно не виделись. Сегодня мы будем говорить о праздниках для семей, для детей с расстройством афетического спектра и с другими нарушениями развития. Вообще очень приятно, что можно говорить, наконец, уже о праздниках для детей. Не только о том, как их учить, не только о том, как корректировать поведение, но и еще о праздниках. Так, видно ли презентацию, которую я только что попыталась открыть? А, не знаю. Хорошо, Аня, главное видео. Прекрасно. Так, теперь надо научиться ее листать. Наверное, сначала расскажем немножко о нас. Меня зовут Анастасия Воровая. Я дефектолог, семейный консультант. Как уже говорила Евгения, я работаю в Центре творчества Новотковского и Центре имени Сухаревой. Сегодня мы будем говорить в основном об опыте, который есть у нас в Центре творчества Новотковском. Хотя в Центре имени Сухаревой мы тоже проводим праздники. И каждый сезон большой команды и фестивали семейные. Но сегодня скорее о нашем опыте Новотковском. Так, о нас. На этом слайде примерно рассказано о том, кто вы вообще. Наш Центр выявляет учреждение... Прости, давай я скажу, кто я. Хорошо? Давай. Прости, Аня. Меня зовут Аня. Я клинический психолог. Сейчас я работаю в Центре Новотковском и занимаюсь в основном. Руковожу этим клубом, об опыте которого мы будем рассказывать. В прошлом у меня есть опыт работы в Центре имени Сухаревой. Но уже лет пять я тут не работаю. Ты можешь рассказывать дальше. Так, рассказывать дальше. Мы являемся... Наше учреждение — это учреждение департамента социальной защиты населения. ДТСЗ, труда и социальной защиты населения. То есть мы Московский Центр. Наш клуб существует с 2012 года. И за это время мы проводим регулярно праздники для семей. Когда-то этих семей было не так много. Сейчас их для нас, мне кажется, довольно много. Сейчас вокруг нас 90 семей примерно. Это и дети, и семьи, которые ходят на занятия индивидуальные, и те дети, которые ходят на групповые занятия, на игровые группы. И те семьи, которые приходят к нам эпизодически за семейной поддержкой, или есть такие семьи, которые приходят к нам действительно на наши мероприятия и праздники. Потому что даже если они перестали к нам ходить на регулярные занятия, иногда они приходят просто вместе с нами что-то праздновать и проводить время. За учебный год мы проводим 4-5 праздников. О том, что это за праздники, на следующем, по-моему, слайде мы будем рассказывать. Но, конечно, важно, наверное, что это за праздники, как мы их выбираем. Обычно мы выбираем те праздники, на которых можно что-то делать. Ну, например, Масленицы. Там как бы самим праздником задано, что это какие-то активности, что там должно быть что-то весёлое. Таких каких-то тематических праздников, типа 9 мая, 8 марта у нас нет, мы их не празднуем. И, наверное, ещё последний пункт на этом слайде. Нас не очень много, то есть наш центр, он довольно большой. И там множество кружков для детей и нормативно развивающихся. У нас там есть для наших детей адаптированные группы, адаптированные программы в кружках. Но мы являемся как бы таким клубом, объединением в нашем центре. Наше клуб называется «Хорошая среда». И вот наши семьи, они в основном с нами взаимодействуют. Нас три, бывает, что четыре специалиста, таких постоянных, которые работают с нашими семьями. И все праздники мы в основном делаем вот этим маленьким коллективом с привлечением, конечно, каких-то ещё дополнительных людей, знакомых или волонтёров, или людей из других объединений нашего центра, которые соглашаются нам помогать или хотят вместе с нами проводить праздник. Аня, что-то ты хочешь сказать? Мне кажется, что ты за минуту хочешь рассказать всё, что там дальше есть в слайдах. Не торопись. Конечно. Ну что, Аня, ты хочешь сказать или следующий слайд? Нет, я добавлю, что, наверное, из того, чего там не будет, чтобы была ясность, что сам центр творчества не имеет никакой специализации по отношению к деятельствам с нарушениями развития. То, что мы там существуем, это такая инициатива снизу, ровно от нас исходившая когда-то. Она просто разросшаяся, и есть люди, которые нас поддерживают в этом, в том числе наша администрация. Большое спасибо за это. Те объединения, там, те обучающие, хотя мы не про это сегодня, но чтобы было понятно, что те учебные группы, которые существуют, они тоже ведутся не специалистами, которые там учили специально учить детей и с нарушениями развития, с аутизмом. Это важно, потому что кроме нас, четверых людей, специального образования какого-то ни у кого больше в центре нет. А при этом людей, которые привлекаются, их гораздо больше, чем 3-4 человека. И кроме того, то, о чем мы сегодня не скажем, что вот есть праздники, которые мы проводим, с учетом всех особенностей, которые нам известны. При этом у нас есть опыт, наверное, про него тоже надо было рассказать. Сам центр, он большой, он тоже проводит огромное количество праздников с большим количеством участников, там, 200-250 человек, иногда 400. И у нас есть опыт такого сопровождения детей с аутизмом на вот этих больших мероприятиях, но он немножко другой. Это мы, скорее, рассматриваем как учебные мероприятия для этих детей, а наши праздники рассматриваем как праздники. И дальше об этом будем. Наверное, я еще здесь, пока ты говорила, я вспомнила, что, наверное, хотела сказать два слова о тех праздниках, которые есть в центре имени Сухаревой. Потому что главное отличие для меня, как человек, который участвует и там, и там, в том, что в центре имени Сухаревой готовит все праздники большая команда людей, заинтересованных и действительно имеющих специализацию в работе с детьми с разными нарушениями развития, имеющих опыт взаимодействия с детьми с нарушениями развития. На Ватковском, то есть, к сожалению, такого роскоши нет. Вот, нас немного. Так, следующий слайд. Как я говорила, на нем мы расскажем, что у нас за праздники. Традиционно мы празднуем встречу после лета и окончание учебного года. Это как бы не тематические праздники, обычно на них мы играем, что-то творим вместе. А есть праздники, которые задают собой то, что будет происходить. Например, масленица. Это обычно какие-то тематические гуляния, хороводы. Мы часто достаем из загашников нашего центра на Ватковском костюмы, предлагаем их и детям иногда, иногда сами в них одеваемся. Вот, еще есть у нас в этом списке такой пункт, как приход типа ямайский. Обычно в начале мая, когда еще много выходных бывает, иногда в середине этих выходных мы делаем встречу для всех, кто остался в городе, на которой задумываем какое-то совместное действие. Вот это самый, наверное, такой нетипичный праздник, потому что непонятно каждый год, что мы именно будем делать, но мы стараемся вот в начале мая что-то такое придумать. На наших праздниках мы не всегда заранее знаем, сколько будет участников, сколько будет семей, но в последнее время около 25 или иногда и до 50 семей приходят одновременно. Ну, в смысле, на один праздник. Некоторые, как вы узнаете позже и дальше, приходят на часть праздника. Я вижу просто там еще вопросы какие-то в чате. Наверное, мы можем на них ответить просто попозже. Я видела вопрос, как попасть на праздник. Может быть, часть вопросов снимется после нашей презентации, но если они не снимутся, то мы на них ответим, наверное, попозже. Да, Аня? Да. Так, с этим слайдом мы еще хотим, Аня, с тобой что-то сказать? Отлично. Из чего мы исходим? Праздник должен быть праздником. Радость и удовольствие важнее. Но мы действительно стараемся сделать так, чтобы праздник не стал испытанием очередным или местом, где мы отрабатываем какие-то навыки, хотя это, конечно, происходит. Но задача у нас не такая. Мы все-таки, когда организуем праздник, хотим, чтобы это было какое-то совместное приятное для всех времяпрепровождение. Вот на фотографиях, например, видно в основном масленичные фотографии. По-моему, там три фотографии с масленицей, одна фотография с Нового года. Вроде там на них всем весело. Аня? Я думаю, что дальше. Что? Главный тезис, что праздник... Дистанем дальше? Да, что этот праздник – это не учеба. Хотя детям приходится учиться на празднике, но главное – это удовольствие и радость. Поэтому здесь, наверное, на этом слайде какие-то наши основные соображения о том, идеологические соображения, наверное, по поводу наших всех праздников. Мы, наверное, вот первый пункт – стараемся делать так, чтобы родителям детей не было невыносимо. Но мы стараемся не всегда, конечно, у нас это получается. И, наверное, этот пункт, он основан на том, как мы проводили когда-то праздники, когда у нас не было какого-то опыта долгого в том, как проводить праздники. И, конечно, было обидно и неприятно, если для людей, которые пришли на праздник, это становилось поводом снова раниться, то, что дети ведут себя не так и не участвуют. Поэтому сейчас, когда мы думаем о праздниках, мы пытаемся уменьшить ситуации, когда для родителей может произойти что-то, чего они не ждут, и что для них может быть разрушительным. Аня, хочешь что-то еще сказать тут? Нет. Хорошо. Ну, дальше следующий пункт, наверное, понятен, что мы пытаемся придумать праздник так, чтобы для любого ребенка, который придет, было что-то, что ему может понравиться, что-то, что будет для него именно праздником. Дальше следующий пункт. Я всегда очень радуюсь, когда родители спрашивают, они спрашивают, можно ли придет моя сестра со своими детьми, или можно ли мы позовем еще бабушку и дедушку, и тогда они приходят большой семьей, или можно ли я позову наших друзей, которые никогда не были на таких праздниках. Можно, мы всегда рады, если в нашу компанию зовут каких-то близких людей. Вот для нас это приятно, скорее. Здесь, наверное, надо сказать, что в наших, во всех наших игровых группах, кроме праздников, занимаются, то есть группы перемешанных в них не являются, там, только группами для детей, у которых есть нарушения развития, одновременно с ними могут ходить на наши игровые занятия их братья и сестры, и поэтому в целом всем довольно привычно, и есть группы, в которых дети занимаются вместе с родителями, поэтому для нас привычно такая семья, как основа вообще существовать на ребенка, его среда, и мы много контактируем с разными членами семьи, любого ребенка, с которым мы занимаемся. Есть семьи, конечно, которые вовлекаются в это активнее, семьи, которые держатся на дистанции, и то и другое для нас нормально, но мы к этому открыты и готовы. Это не является обязательным условием, чтобы семья там могла активно участвовать. Если взрослые не хотят, с моей точки зрения, ребенок проигрывает, конечно, когда лишается поддержки взрослых, и они не готовы к ним там биться подушками или перетягивать канаты, но это нормально. Мне кажется, с этим связан пункт, не следующий, а через один, что когда мы проводим праздники, мы действительно опираемся на долгосрочные отношения с родителями, совместный опыт. Нас всего лишь три или четыре человека, и, конечно, полностью сопровождать детей на этих праздниках мы не можем своими силами, и детям помогают их родители. Но для этих семей наши праздники не становятся первым опытом выхода куда-то или участия в каком-то групповом занятии вместе с ребенком. То есть обычно праздник — это продолжение какой-то серии посещений этих занятий, игровых групп, детско-родинских игровых групп или каких-то других групп. Тогда сейчас перейдем к пункту, что всегда есть возможность участвовать частично. Мы об этом еще поговорим развернуто потом. Мы никогда не говорим, что нужно во всем поучаствовать. Действительно, если ребенок во что-то не включается, или ему это не подходит, или ему это интересно, в этом можно, конечно же, не участвовать. И кроме того, как мы расскажем немножко попозже, мы строим наши праздники так, чтобы можно было прийти на часть праздника, которая будет доступна ребенку, и дальше уйти, при этом побывав на празднике. И последний пункт. А, Аня. Мне кажется, что когда мы... Мы не сразу стали строить свою программу. Это просто некоторые вещи, которые мы говорим, можно объединять вокруг. Не сразу стали строить программы праздников так, чтобы прямо... Сама программа предполагает частичное участие. Но когда стали так делать, в последние три года мы делаем именно так, то всем стало легче. И родители меньше расстраиваются, если ребенок во что-то не включается, потому что все изначально это предполагают, что частичное участие, оно, как я говорила, и для семьи, для любых членов семьи, и для самих детей. И последний пункт. Никаких воздушных шариков. Это очень важный пункт. Мы спотыкались об него. Моя любимая история, это когда кто-то из родителей давно еще принес шарики, чтобы порадовать детей, что вынесло просто парочку детей, потому что шарики могут лопнуть. В основном это были дети, которые не переносят громких звуков. Вот они вышли из помещения и зашли обратно с большим трудом. Переходим к следующему слайду. Выработанные принципы. Готовить все в последний момент. Не скажу, что это именно выработанный принцип, но так часто получается, к сожалению. Но на самом деле, конечно, не об этом мы хотели сказать. Выработанные принципы. Мы строим программу так, чтобы можно было приехать на часть праздника. Об этом мы уже говорили немножко раньше. Обычно, наверное, там, по-моему, у Ани, у нас каждый пункт отдельно мы рассматривали на отдельных слайдах. Так что тут, наверное, можно посмотреть. Просто перечислить можно. Про что-то мы уже сказали. Частичное участие – это важный принцип организации праздника. И когда мы стали его придерживаться, все стало для всех легче, проще и с большим удовольствием. Зонирование пространства – все, что может делать вреда, должно делать вреда. При продумывании праздников нужно исходить из того количества мест и людей, которые у вас есть. Мы используем привлечение любой помощи. Это волонтеры, специалисты, это сиблинги, старшие сиблинги детей. Это дети, которые занимаются в центре, не имея отношения к той работе, которую мы делаем. И когда праздник задумывается, он продуман, понятно, что будет происходить. Мы знакомим с его программой заранее, родителей. И вообще, чем больше людей будут хорошо себе представлять, что будет происходить на празднике, тем лучше. Ну, мы потом, наверное, развернусь и все покомментируем. Ну и подарки. Про удовольствие и радость. Аня, может быть, ты расскажешь про композицию праздника? Как мы... Что такое частичное участие? Программа праздника включает всегда основное какое-то главное событие. Ну, например, я даже, причем затрудняюсь сказать, что является главным событием Масленицы. Испекать блины или народные гуляния, которые мы потом устраиваем. Но это не принципиально. Например, если это был новогодний праздник, то мы считали, что новогодний концерт, в котором дети выступали со своими маленькими номерами. И в том числе выступали музыканты, которых мы позвали. Это было... Мне кажется, у нас... Мне кажется, у нас еще основной тогда было выступление театра Бронячей вертепы вместе с концертом. У нас там было... Да. Главное событие. И вот оно является серединой программы. Это значит, что есть что-то, что будет происходить до этого. И, как правило, это мастер-классы. Либо приготовление еды. Вы увидите, что дети много готовят. Это как часть мастер-класса. И что-то будет происходить после. Как правило, это угощение и раздача подарков. Мне кажется, можно маленький комментарий. Что центральным событием обычно мы пытаемся выбрать то событие, в которое предположительно включится большая часть детей. Ну, которое может привлечь внимание большей части детей. Например, с театром Бронячей вертепы у них есть спектакль «Петрушка». Его мы знаем, потому что мы уже его смотрели и показывали детям. Его смотрят практически все дети. Потому что это представление устроено как площадное. Оно смешное детям, даже если они не понимают речь. Композиция праздников. Дискретность, смена активности. Это о том, что есть какая-то часть. Почему почти все наши праздники включают мастер-классы? Потому что, когда ты занят, делаешь что-то конкретное своими руками. Это помогает успокоиться. Это, как правило, ясно и понятно. Мы там делаем схемы, помогающие людям ориентироваться и детям ориентироваться, что именно должно получиться. И это спокойнее, чем сразу попадать в обстановку, где может быть переизбыток информации. И чередуя такие активности, когда мы собираемся все вместе, или когда мы расходимся по разным площадкам, меньшими группами, мы регулируем и уровень тревоги, и уровень напряжения, и возможность быть включенным, вовлеченным, быть внутри, или быть немножко на дистанции по отношению к происходящему. Активности могут идти как параллельно друг с другом, так и последовательно. Иногда перекрываясь во времени. Мы не исходим никогда из строгой программы. В 12 начинается концерт, значит, в 11.55 должен закончиться мастер-класс, потому что это неимоверный стресс для всех, и для тех, кто ведет, и для тех, кто участвует. Но возможность перекрывания, да, и того, что люди и дети могут перемещаться между разными площадками, требует от нас, что любая активность должна иметь возможность включения в любой момент любого участника. Игры ли это, концерт ли это, или мастер-класс. Если вы задумываете как что-то, что имеет строгую последовательность, не готовы объяснять много раз, если человек подошел через 5 минут, то это скорее то, что повышает стресс для всех, чем хорошие виды активности, то есть те, в которые можно включиться в любой момент и выключиться в любой момент. Аня, там пишут, что мы подвисаем. Я вижу. Есть ли кто-то, у кого мы не подвисаем, или мы у всех подвисаем? У кого-то не подвисаем, видимо. Идем дальше. Ну, хорошо. Так, я бы хотела еще тут сделать, ну, привести маленький пример, просто чтобы было понятно, как... Я думаю, что будет программа, на программах будет понятен. Ну, хорошо. Да, давай дальше. Пусть так. Так, дальше у нас один из принципов зонирования пространства. То есть всегда помогает организовать активности. Как Аня уже говорила, у нас есть обычно несколько зон активностей, которые предлагают разные виды занятости, разные виды активности. Мне нравится, как сформулировано первое пункт, что все, что может делать пространство этот предмет, и пусть делают они. Действительно, мы стараемся заранее заготовить пространство так, чтобы то, как оно организовано, сразу давало людям понять, что здесь нужно делать. Ну, например, у нас был праздник, когда мы все готовили смузи из разных ягод, фруктов и всего на свете. И мы ставили столы друг за другом. На первом столе, например, нужно было взять свой стаканчик и подписать. На следующем столе нужно было в стаканчик положить определенные фрукты или ягоды, или что-то еще, там, на следующем столе нужно было, ну, или не столе, а на следующей части стола нужно было найти себе, что хочется туда еще добавить, молоко, если кому-то нужно молоко, мороженое, по-моему, там было. И дальше на последнем столе были блендеры, в которых можно было взбить все содержимое. Вот, насколько я помню, это было примерно так. То есть здесь пространство задавало структуру деятельности. Так же мы делаем с мастер-классами. Например, на этот Новый год у нас был мастер-класс по изготовлению подсвечника. На первом столе нужно было взять подставочку и приклеить к ней свечку. На следующем столе нужно было взять зеленые елочные какие-то веточки, а на следующем столе еще какие-то цветочки, а на следующем бусинки или упаковка дополнительная. Хочешь, Аня, что-то еще сказать по этому пункту? Это то, что рассказывает Настя, это про сложные вот такие продуманные. Вот видите, на блендере, на фотографии на блендере есть знак, например. Это про сложные функции, которые есть у предметов. Но есть и простые. Стол поставленный, стоящие вокруг него стулья, предполагают, что вошедшие туда люди просто сядут за стол. И вам не нужно будет им говорить, садитесь за стол. И вот такого очень много. Это приходит с опытом. То есть если поставить стулья так, что где-то есть цена, то у вас автоматически получается зрительный зал. Потому что большое количество речевых инструкций или все, что организаторам кажется, происходит при помощи речи, на самом деле происходит при помощи организации пространства. И это хорошо. Просто в случае, если вы делаете праздники для детей с аутизмом, на это приходится опираться гораздо сильнее. Ну и отсюда вытекает, что как раз пространство – это то, что можно организовывать сильно заранее. Это не получается, когда одновременно в одном помещении мы, например, играем, а потом там же происходит концерт. Но мы стараемся, вот последний год у нас это получается, чтобы все-таки легче перейти из одного пространства в другое, чем устраивать перестановку «Поставили стулья, потом убрали стулья». Потому что это такая суматоха, на которой мы теряем внимание огромного количества детей. Ну и ничего лишнего. Предметы интересные. Любой предмет может стать альтернативой, альтернативным источником, привлекать внимание детей. Все предметы, которые находятся в поле, должны помогать организовывать праздник, а не отвлекать внимание от него. Движемся дальше. Ну там следующий у нас слайд тоже посвящен зонированию пространства. Тут скорее о том, как обычно устроен наш праздник. Обычно в последнее время, последние несколько лет мы проводим праздники в большом актовом зале. Нам удается договориться с нашей администрацией о том, что мы проводили там праздники. И так обычно у нас такие зоны. У нас есть сцена для выступлений. Сейчас она стала еще более актуальной, потому что дети занимаются в разных простых объединениях, и обычно у них есть какое-то участие детей, есть какой-то номер, они что-то либо поют, либо играют на чем-то. Дальше у нас всегда есть отдельные столы для мастер-классов. Обычно они с двух сторон, если это разные мастер-классы. Обычно их мы делаем, мы стараемся делать два, например, какой-то попроще, какой-то посложнее. У нас, так как это большой зал, актовый зал, у нас всегда остается пространство для того, чтобы поиграть. И обычно мы это делаем. И дети, и взрослые, на самом деле, привыкли к тому, что мы вместе играем, потому что у нас несколько игровых групп, и практически все дети на них ходили или ходят. Столы для угощения часто мы ставим вообще в другом помещении, потому что их нужно часто заготовить заранее, проще это сделать заранее, и потом, если столы с угощениями стоят там же, где какой-то праздник, то большая вероятность того, что к угощению дети потянутся раньше назначенного времени. Вот еще из зон, которые мы обычно ставим, это зона частичного участия, или по-разному мы ее называем, зона разгрузки или зона свободной игры. Обычно мы туда ставим какие-то сенсорные штуки. У нас двоякое отношение к ним, об этом немножко попозже поговорим. Еще мы обычно ставим, например, железную дорогу детскую для детей, которым, например, нужно немножко побыть с дамой, не быть в общем замесе. Также мы используем иногда для детей, которые, например, могут уже читать и выполнять задания, им это может быть интересно. Мы используем пространство вообще всего остального центра для проведения квеста, например, где нужно найти, там есть задания, в которых нужно найти, например, сколько обезьян нарисовано на первом этаже нашего центра, или какой самый последний номерок в гардеробе. Для этого мы можем использовать весь наш центр. Так, там, по-моему, дальше, Аня, дальше все еще про достаточное количество места. Часть информации на этом слайде Аня рассказала уже? Да, Аня. Так, я слушаю, так как мы не только рассказываем по очереди, то появляется возможность не только говорить, но и слышать со стороны. Когда мы говорим о достаточном количестве места, мы говорим, наверное, об этом так часто, именно потому что долгое время, много лет, мы проводили праздники в одном помещении, оно довольно большое, это зал, в котором мы проводим игровые занятия, в нем, наверное, 50 метров, и у него есть, как предбанник, еще маленькое помещение, тык-стык с ним, куда можно было выходить, но так как это было одно помещение, в котором активности сменяли друг друга, это было сложно, это было трудно, и мы точно выдохнули прям очень сильно, когда появилась возможность, когда появился педагог с мастерскими, мы перенесли все мастер-классы, например, в мастерскую, или когда мы стали, людей стало больше, мы стали использовать актовый зал, стало понятно, что, ну так, наверное, скажу, если у тех, у кого есть опыт проведения праздников, если вы рассчитываете, для обычных, для таких нейротипичных детей, вот для детей с нарушениями развития, место лучше задумывать в два раза больше, и тогда вы не ошибетесь. Но при этом, не то чтобы у нас безграничное количество места, потому что в центре идут занятия, всегда что-то еще происходит, и сами переходы тоже могут быть сложными, если надо продумывать. Что еще про помещение? Из того опыта, который у нас есть, что когда мы, например, уходили, когда нам надо было пространство в какое-то новое, совсем незнакомое место для детей... Спасибо, прошение, у нас две, буквально три минуты осталось. Это было сложно. Вмещение лучше, чтобы было понятно и знакомо. Да, были случаи, когда незнакомое новое помещение, из-за незнакомого помещения не получалось ребенку войдить в зал. Так, ну дальше у нас слайд, который мы сильно расшифровывать не будем, потому что мы уже рассказали, про зону частичного участия. Дилемма основная заключается в том, что если дети находятся в... Если вся эта сенсорная зона находится там же, где все игры, то дети слишком сильно могут отвлекаться. При этом, если мы выносим сенсорную зону куда-то еще, то дети не могут включиться, потому что они не могут увидеть, что началось что-то интересное. Так, так как у нас осталось совсем немножко времени, уже, наверное, две минуты, здесь о коммуникации с родителями. Мы предоставляем полный план нашего праздника всем родителям в чате. Здесь пример сообщений, которые мы отправляем. Соответственно, каждая семья может выбрать, там, мы пойдем на спектакль, но приедем минут на 15 раньше поучаствовать в мастер-классе, если это удастся сделать. И подарки мы стараемся на каждом празднике, чтобы у детей осталось в руках, чтобы они ушли либо с собственной подделкой, либо с нашим подарком. Не только дети, но иногда и взрослые. Иногда и взрослые, да. Мы покажем сейчас, наверное, маленький кусочек, да, Аня? Видео с нашего новогоднего праздника. Он маленький. Последний слайд. Окей, окей. А, вот так. Это видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну у нас видео зависает почему-то, наверное. Это просто маленький кусочек атмосферы, да. Аня, ты хочешь что-то в завершении сказать? Вот, в завершении, что если вы решили организовывать праздники, вам потребуются большие запасы диктости, а также толерантности к хаосу и несовершенству, потому что как бы вы ни готовились и всё не продумывали, что-то пойдёт не так. Это часть программы. Ну вот. Там был вопрос, наверное, я на сообщение. Там был вопрос, наверное, я на сообщение. Да, Анна, Анастасия, вот то, что вы сейчас сказали, она это очень подходит к нашему фестивалю, что вам потребуется запасы гибкости. Да. И толерантности, это действительно так. Сегодня они нужны всем. Очень интересная информация. Я обязательно передам записи этого вебинара нашим педагогам-организаторам из школы. Я думаю, что им тоже будет очень полезно, потому что мы тоже в школе всё время устраиваем праздники и какой-то опыт со стороны всегда оценим. В чате вы можете продолжать отвечать на вопросы. Там есть вопросы по расписанию, как к вам попасть, о ваших контактах, можно ли к вам попасть со стороны. Я думаю, что вы сможете в чате дать на это всё исчерпывающие ответы и ссылки на сайты или какие-то страницы ваши. И люди с удовольствием уже будут обмениваться с вами сообщениями в личной переписке. Спасибо большое, Анна и Анастасия. Действительно, это очень важно. До свидания. Очень важно, чтобы наши дети занимались чем-то, имели самим непосредственной своей коррекционной и образовательной деятельности. Очень часто бывает перекос у родителей. Он складывается невольно, что ребёнку надо очень долго сначала скорректироваться, а потом будут праздники, музеи, гулянки и так далее. Сейчас не до того. А потом жизнь начнётся. Не до песен, не до плясок. А потом начнётся жизнь. Вот я всегда застраиваю внимание на том, что жизнь потом начнётся, она уже идёт сейчас. И есть специалисты, которые знают, как жить уже сейчас. Они могут помочь в этом организовать вам уже сегодня, уже здесь. И не обязательно, наверное, приезжать в какое-то специальное место. Можно брать опыт специалистов, пользоваться им, организовывать. И всегда все наши специалисты, работающие с нашими детьми, очень отзывчивы, делятся своим опытом. Всегда очень щедро. Они всегда вам дадут советы и ответят на вопрос, как это сделать лучше. Спасибо большое, Анна и Анастасия, ещё раз. Я со всеми прощаюсь. Я со всеми прощаюсь. До свидания. Мы как раз продолжаем эту тему. Очень плавно мы переходим от темы праздников к теме игры. К теме игры. Я уже заговариваюсь под вечер. Потому что очень важно понимать, как в принципе взаимодействовать со своим ребёнком в игровой ситуации, поскольку все мы сейчас оказались дома с детьми. Вы тоже наблюдали моего ребёнка, который бегает вокруг меня периодически эти два дня. Потому что его точно так же нужно каким-то образом занимать, несмотря на то, что я работаю. И вчера вы прослушали замечательное выступление специалистов, экспертов по флортайму. Это направление работы с детьми с аутизмом, которое основано на игровом взаимодействии. И сегодня, я вчера анонсировала, как у нас выступит эксперт по флортайму, Анна Зирова, уже с таким практикоориентированным сообщением про то, как же начать играть с ребёнком дома. Оно будет адресовано прежде всего...